Послушайте вот эти фрагменты, я нашел этот материал в интернете, перевел его с армянского языка. Материал называется «Два тайных визита Арафата в Армению». Я советую вам посмотреть от начала до конца и, может быть, пересмотреть даже, слушать внимательно, чтобы понять, о чем идет речь. Откуда и с какой целью посещал Армению таинственный председатель Организации Освобождения Палестины? Около 30 лет назад в Ереван из Москвы дважды прилетал самолет, который вез в Бейрут человека, объявленного Западом террористом номер один, лидера палестинцев Ясера Арафата. Бывавшего из Москвы в Бейрут Арафата советская Армения встречала как друга советской страны и Армении, как друга армянского народа. Спустя 30 лет мы встретились с людьми, которые не только встречали в Ереване лидера палестинцев, общались, беседовали, обедали с ним, но имели близкие отношения с Арафатом и его ближайшим окружением. Я постоянно имел общение как с Ясером Арафатом, так с его окружением. Особенно с Фарухом Кадуми, который, как я считал, мог стать министром иностранных дел, если бы создалось палестинское государство. С Ясером Абдрабу, который есть и теперь, который остался в нашей памяти, как тот, кто любил очень красиво одеваться, и ему это шло. Мы постоянно устраивали обмен мнениями, чтобы так сделать, особенно когда армяне Бейрута, точнее, армяне Ливана, для них сложилось очень тяжелое положение с 1975 года, когда там началась гражданская война. С одной стороны, в этой гражданской войне были силы христиан, так называемых маронитов, которые хотели иметь в стране монопольные права и подчинить им сперва все христианские общины, в том числе и армянскую общину. Но армянская община не подчинилась, и мы тоже это не разрешили, чтобы они подчинились маронитам. Второе, они имели подчеркнутое враждебное отношение к палестинцам, особенно когда с 1980 года палестинцев изгнали из Иордании, и они обосновались в Ливане. И вот в том процессе было так, что мы, то есть армяне, помогали палестинцам, и было, что палестинцы, Ясер Арафат помогал нам. Как и при каких обстоятельствах могли армяне и палестинцы быть полезны друг другу? Я приведу два случая. В 1973 году, как я уже сказал, марониты хотели подчинить нас себе, но мы тогда находились в Бейруте, руководство Армении меня и еще двух других людей часто послало туда. И мы приняли совместное решение, что армяне должны сохранить абсолютную нейтральность, как в отношении правых, так и в отношении левых, не присоединяясь ни к кому. Абсолютно в том смысле, чтобы послужить решению конфликта. Мусульманская сторона полностью согласилась с нашей позицией, а христиане нет. И они напали на Бурдж-Амут, где находились в основном армяне. Возникла очень тяжелая ситуация. Они были очень хорошо вооружены, а мы были вооружены так себе. Мы организовывали это, я могу теперь сказать, потому что многих деятелей уже нет. Они умерли, как у нас, так и у арабов. И вот тогда в гостиницу Интерконтиненталь прибыли представитель Ясера Арафата и встречался со мной и сказал следующее, что Абу Амар, так называли Ясера Арафата, Абу Амар просил поставить вас в известность, что если понадобится, то он все вооруженные силы Палестины предоставит для армян. Вы не представляете, какой тогда у нас был восторг. Мы почувствовали очень большую помощь. И я только задал один вопрос. Спросите Абу Амара, можем ли мы сделать эту информацию открытой, сделать так, чтобы она дошла до правых. Он сказал, вы со своей стороны сделаете это, а мы со своей стороны сделаем это. И эти новости мы распространили. То, что палестинская армия полностью может прийти на помощь армянам. И мы смогли противостать в Бурдж-Амуде. Где же истоки такого чувства долгой благодарности по отношению к армянам со стороны известного палестинского лидера. Вооруженные отряды маронитов окружили войско Ясера Арафата в поселении Тель-Заатар возле Бейрута. И фактически началась бойня. Их окружили. Они не могли не выйти, не снаружи им помочь. Уже заканчивалось продовольствие и вода, лекарств не было, трупы. Мне это рассказывали сами палестинцы во время встреч. Армяне смогли открыть как-то дорогу и пришли на помощь палестинцам. Привозили еду, воду, лекарства и другое. И Ясер Арафат всегда отмечал, что я в жизни не забуду никогда то, что мы в долгу у армян. Благодаря им мы смогли выйти из окружения. Действия армян были оценены, был оценен и подход Армении, и ее позиция. Я расскажу еще случай, что там в Бейруте был советский центр культуры. Там организовали мою лекцию о советско-палестинских отношениях. И когда я вошел в этот забитый людьми зал, одна представительная дама, седовласая и пожилая, вышла ко мне, приблизилась, двумя руками схватила меня за голову и поцеловала меня в лоб. И сказала, «Тхаджан, вы, армяне, сделали то, что должны были сделать мы, мы, арабы». Что она имела в виду? То, что арабы не могли даже дать один ответный удар этим маронитам. А мы дали. И вы знаете, кто была эта женщина? Министр обороны Ливана. В Ереване решение о соответствующем приеме Ясера Арафата было принято в бюро Центрального комитета Компартии Армении под руководством Карена Демерчана. Его встречали высокопоставленные лица Ливон Манасарян, Генрик Дероян, министр иностранных дел Джон Киракосян. Второй раз Ясер Арафат посетил Ереван в 1980 году, так же, когда летел из Москвы в Бейрут. В этот раз Ясер Арафат встречался в Кремле с Леонидом Брежневым, что обсуждал лидер народа Палестины и больной генеральный секретарь советской страны. Зачем он летел в Москву? Эти связи были очень энергичными между Палестиной и Советским Союзом. Он договорился о встрече с Брежневым. То была их последняя встреча. И он нам рассказал, какие вопросы обсуждались. Не было секретом, что мы помогали Ясеру Арафату. Каким образом мы помогали? Во-первых, оружием и боеприпасами. Но это еще ничего. Вы можете дать много оружия, но как пользоваться современным и точным оружием особенно. Поэтому в Советском Союзе возле Москвы было несколько военных лагерей, где их обучали, тренировали. Я имею в виду не только палестинцев, но и сирийцев, алжирцев, иракцев, которые учились. Они обсуждали с Брежневым этот вопрос, как он рассказал. Первое, что нужно продолжить поставку оружия. Второе, что советские военные инструкторы должны продолжать тренировать бойцов палестинского сопротивления и обучать их воинскому искусству владения оружием. Третье, финансовые средства, которые иногда были очень крупными. И четвертое, мы должны были оказывать международную поддержку палестинцам в смысле безопасности. Речь идет о противостоянии с Америкой и нашим правом вето в Совете Безопасности ООН. Он намекнул о тяжелом состоянии здоровья Брежнева. У Брежнева были советники, в том числе и армяне. Был Карен Нерсесович Брутенц, который фактически управлял отделом всего Арабского Востока. Был очень умный и организованный человек. Он рассказывал, что во всех сложных вопросах обращаются к Карену Брутенцу, что они, как армяне, нам, палестинцам, помогают. Во время второго посещения Ясера Арафата он пробыл в Армении приблизительно 4,5 часа. По сравнению с его первым посещением в 1969 году, этот визит лидера палестинского освободительного движения был более организованным. Что вспоминают те, кто сопровождал его во второй раз? Его прием в гостинице Рознам был пышным, а выступление министра на основных дел Армении Джона Кира Косяна просто ошеломило присутствующих. Я хорошо помню застольную пламенную речь выступления Джона Кира Косяна. Это в советский период он очень смело. Я должен сказать, о его смелости многие знают. И в стране, и за рубежом. И он тогда говорил не только о том, что судьбы армянского и палестинского народа похожи, но он поднял тему хайдата, то есть армянских требований, вопрос геноцида, право на справедливую борьбу армянского народа. И не забыл, естественно, напомнить, что армянский народ благодарен арабскому народу, что сотни тысяч армян были радушно приняты арабским народом, арабскими странами, открыли двери своих стран для армян, и до сих пор армяне хорошо себя чувствуют там, благодаря арабам. Арафат говорит похвальные слова об армянах, даже отмечает, что палестинцев называют арабскими армянами, имея в виду то, что палестинцы больше других имеют высшее образование, владеют несколькими языками, несколькими профессиями, имеют золотые руки. Но Арафат делает одну оговорку насчет армян, которая просто шокирует армянскую делегацию. Что же сказал лидер Палестины? Такие высокие слова нечасто услышишь, чтобы какой-то целый народ так вот сравнивали с армянами. После того разговор пошел о том, что для палестинцев армяне всегда служили примером для подражания. Мы видим, насколько вы привязаны к своей земле, как вы любите свою родину. И мы на своих секретных закрытых совещаниях, я повторяю его слова, всегда ставим вас, армян, в пример и говорим, что мы не должны отставать от армян, и всегда высоко ценить армян. Только в одном вопросе мы не можем вам подражать и даже не собираемся. Мы немного напряглись там сидящие. Левон Манасирян и я, и два духовных лица. О чем же речь? Он сделал очень такое корректное замечание, которое я до сих пор помню и думаю о нем. Хотя мы и понимали так сами, но такую четкую формулировку дал тогда он, Ясер Арафат. Мы впервые слышали. О чем речь? Он сказал, мы приняли во внимание допущенную вами, армянами, ошибку. О чем речь? Абу Амар спросили мы. Говорит, вы, армяне, потеряли родину после геноцида, и вы оказались в разных странах. И ваши армяне, находящиеся в этих странах, приняли там гражданство. Это первое. А второе, вы стали приобретать недвижимость там, земельные участки, и сразу строить различные здания, гостиницы, центры культуры, школы и тому подобное. Мы спросили его, неужели это плохо? Он сказал, да, плохо. Это привело к тому, что вы, армяне, забыли, что вы потеряли землю, и что вы должны бороться за освобождение ваших земель. Представляете, какой это был для нас всех удар. Такое мы ни от кого не ожидали. Такое обвинение нас. Но мы сразу тогда почувствовали правду в этом замечании. Он сказал, что мы учли вашу эту ошибку и приняли решение, что палестинские арабы, в какой бы арабской стране ни находились, не должны брать гражданство той страны, и приобретать недвижимость там. Потому что, когда вы приобретаете недвижимость, принявшей вас в стране, вы становитесь частью общества, принявшей вас в страны гражданского, экономического, торгового, финансового, истемблишмента, его частью. И вас поглощает тогда ваша деятельность там, благоустройство ваше, той страны, что само по себе неплохо. Но в данном случае это привело к тому, что вы забыли об освобождении Западной Армении. А мы, как вы знаете, только и заняты этой самой ожесточенной борьбой за освобождение палестинца. И мы будем сражаться до последнего палестинца против этого. Так мы расстались с ним, но мы продолжали встречаться, как я уже сказал, с Фарухом Кадуми, Наифом Хаватме, Ясером Абдрабо, Абдаллой и другими. И постоянно он нам или приветствие направлял, и мы ему, и было, что мы говорили о вопросах, о которых здесь я не нахожу необходимым говорить. Только что вы прослушали этот материал, да, и я посоветовал вам слушать внимательно. Действительно, что говорит Гованнисян, этот человек, да, здесь очень важно читать между строк, видеть контекст, видеть то, что он говорит, и то, что он не говорит, или не досказывает. Вот то, что он не досказывает, да, мы попытаемся вместе с вами понять, разобрать. Опять же хочу сказать, что материал очень сложный, очень тяжелый, может быть воспринят неоднозначно определенными группами людей. поэтому, опять же, я не спорю ни с кем, буду приводить факты, буду приводить цитаты, какие-то моменты, фрагменты, аргументы, поэтому это дело слушателя, выбирать позицию, определяться, или пересматривать какие-то свои позиции, да, или свои мнения. СССР борется против Запада на Ближнем Востоке. Запад имеется в виду, вот это вот западное влияние, да, или, как понималось, Израиль, израильское государство, да, которое появилось на карте Ближнего Востока в 1948 году, и всячески поддерживает палестинское сопротивление. Каким образом СССР поддерживала палестинцев? Оружием, боеприпасами, обучением террористов в специальных лагерях в СССР, да, о которых говорит Аванесян, крупными финансами, о которых он тоже говорит, своим правом вета, наложения вета, да, в организации объединенных наций и так далее. И вот дважды Ясер Арафат, обратите внимание, посещает Советскую Армению. То есть сначала он посещает Москву, да, встречается с лидером Советского Союза, а потом посещает Армению. Почему он не посещает, например, Узбекистан, не посещает Туркмению, не посещает какой-то другой регион или какую-то другую республику Советского Союза, да, а из Москвы прямиком в Армению, а дальше уже в Ливан, в Бейрут. Интересно, что автор называет Арафата другом армянского народа, другом Советской Армении. Вот цитата из Вики-Ньюс, Ясер Арафат, цитата принадлежит Ясеру Арафату. Мы и армяне один народ, лидер палестинской автономии Ясер Арафат опроверг сообщение израильских источников о том, что он согласился на то, чтобы армянский квартал Иерусалима остался под контролем Израиля. Согласно сообщению палестинской газеты, Арафат заявил, что он категорически отверг данное предложение. Армянский квартал принадлежит нам, а мы и армяне один народ, сказал Арафат. Палестинская газета сообщает, что состояла встреча официального представителя Палестины в Иерусалиме с членами армянской общины города, на которой армяне заявили, что считают себя партнерами арабов в борьбе за свободную демократическую Палестину. Продолжение следует...